Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. С вами Олег Алабгудвин и сейчас мы рассматриваем приемы с ногой с тыдной стороны, сзади. Дошли мы до локтевых техник, после того, когда уже размяли ягодицу, бедро и кроножные мышцы. Смотрите, что можно сделать. Разворачиваем коленку на себя, ногу сгибаем и кладем на его ногу. Таким образом у нас открывается внешняя сторона бедра. Придерживая ногу локтем, мы поднимаем ткани бедра другой рукой, чуть поближе к нам, да? А с этой стороны быстрыми движениями растираем внешнюю бедренную сторону, прямо по косточке идем. Прямую фасцию бедренную тоже растягиваем, разминаем ее. Потом локтем переходим на мякоть. Острел локтя никогда не ведите по костям, просто будет больно. Переходим на заднюю сторону бедра, вместе с ягодицей и вокруг мышцов бедренной кости прорабатываем. Желательно тут делать все движения снизу вверх. Также, если есть у человека какая-то проблема с конкретными мышцами, вы нашли ядра, можете их проработать с этой стороны, полком, пальцами, по точкам, но это в отдельном видео мы запишем. Если очень глубокие мышцы вокруг бедра натянуты, болят, они чувствуются такими комуками внутри, то можно развернуть ногу вот так и поставить голень вертикально. Упираемся в эти мышцы, локтем с этой стороны и накручиваем голень на себя, давим в противоположную сторону. Это бывает болезнь. То есть я давлю здесь локтем вперед, голень на себя. Теперь в противоположную сторону. Давлю локтем на себя, голень от себя. Опускаем ногу и раздавливаем ее снизу вверх, всем своим корпусом, предплечем, упираясь соответственно вверху в седальщиную кость и здесь в пятку. Старайтесь опять же в пятку упираться не косточкой своей, а мягкостью. Так будет мягче, иначе ботилосхожилий будет больно. И растягиваем, тяга, 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 тяга ноги. Я одному там сказал, ну такому подростку, что вот я тебе вытянул всего на два сантиметра и увеличился. На следующий прием папа приходит, говорит, спасибо, слушай, он действительно пошел, замерился, говорит, действительно на два сантиметра вычистал. Представляешь? Вот. И заодно с этим движением мы растягиваем свой плечевой корпус и там даже вот справится наш собственный сколиоз, лопатки стыкуются, да, и в общем нам тоже хорошо. Так, ну, локтем проходить по икроножным мышцам можно, но я, в принципе, не очень рекомендую, тут слишком болезненно было. Иначе вы просто маневрируете свои силы, делаете тут аккуратненько. По бедру можно гораздо сильнее. То есть несколько параллельных проходов по бедру и бейбодицу. И все движения, как вы заметили, у нас снизу вверх. Так, это был дополнительный сет номер 2.1, а дальше в третьем сете мы перейдем к стопе. Там будет еще много чего вкусненького. Записывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте наши видео. До новых встреч, дорогие друзья!